Облачно, местами дождей не выше плюс 13 будет сегодня в Москве. О погоде в других городах и странах Содружества расскажут наши корреспонденты. От 2 градусов на севере до плюс 35 на юге. В Казахстане погодные качели. При этом почти по всей стране пройдут сильные дожди с грозами, а местами и град. Восточную часть республики осадки обойдут стороной, там сейчас высокая угроза пожаров. Специалисты департамента ПЧС и лесники охраняют зеленые насаждения и проводят профилактические рейды. По их данным, 9 из 10 природных пожаров происходят по вине человека. В лесах сейчас нельзя разводить костры и жечь сухую траву. Брошенные окурок и стекло за считанные минуты выжигают сухостой, а ветер может перебросить огонь на ветви деревьев. Если вы оказались в зоне действия лесного пожара, не паниковать. Нужно четко оценить обстановку. Летом, как правило, у вас всегда есть бутылка воды и какой-то подручный материал из одежды. Нужно смочить и мокрую приложить к носу. В Азербайджане весна в этом году нетипичная. После жары в 30 градусов вновь похолодало. Ночью в Баку прошел дождь, поэтому сейчас облачно и прохладно. Всего плюс 17. Днем будет без осадков, но ветрено. На севере страны ливни и град. В Губе сильный дождь затопил рестораны и магазины. Много товаров пострадали. Ущерб пока подсчитывать рано. До 15 мая синоптики улучшений погоды не прогнозируют. В Беларуси потеплело. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 19. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной с прояснениями и без осадков. В такие дни беларусы стараются проводить время на природе. Точкой притяжения для жителей страны и туристов стал слоломный канал под Минском. Сейчас он похож на горную реку. В узкое русло пустили воду из водохранилища поблизости. Это делают раз в год, чтобы спортсмены могли сплавляться. Зрелище живописное, но редкое. Большую часть времени артерия осушена. Сегодня по всему Таджикистану ожидается переменная облачность без осадков. В Душамбе днем воздух прогреется до плюс 27 градусов. А ночью столбики термометров опустятся до плюс 13. В ближайшие дни синоптики прогнозируют дожди. По республике обильные осадки прошли на минувшей неделе. И аграрии уже начали собирать первый урожай. В Хатлонской области уже поспели абрикосы, клубника, помидоры и огурцы. В Бахтаре воздух может прогреться до плюс 34. Погода в Бишкеке вернулась в жаркое русло. Плюс 32 сегодня в столице Кыргызстана. После дождей снова солнечно. Ясно также и в Предгорье. Там сейчас завораживающие пейзажи. Недалеко от столицы распустились маки. Их светение скоротечно всего 2-3 недели. Алые поля радуют любителей фотосессий. Приезжают местные жители и гости Кыргызстана. Самые лучшие снимки получаются ранним утром.